всем привет дорогие друзья вы на канале слесаря 6 разряда меня зовут олег и мы продолжаем проходить модификацию на сталкер зов припяти ветер времени расстались мы с вами на армейских складах получив задание выследить предателя что же мы делаем на ростоке да еще и на этом мостовом кране дело в том ребят что меня напрягает то что я постоянно с такой нагрузкой на пределе переносимого веса поэтому я хочу купить экзоскелет точнее сказать его и вот решил помониторить цены где дороже покупают артефакты и как оказалось артефакты дороже всех покупает все-таки говорится поэтому придется возвращаться к нему но раз я уже здесь то отправлюсь дам отдам охотнику его ружьишка и также на форуме на про я наткнулся на то что для того чтобы можно было в экзоскелете бегать нам нужно найти флешку в баре находится на вот там вот вот в этом вот закутки пойдемте же подберем эту флешечку и после этого отправимся к охотнику отдавать ему его его винтовочку которую он потерял так вот здесь у нас есть такой закуток неприметный и лежит здесь какая-то высохшая мумия а рядом флешка и кпк так флешка флешка с данными об экзоскелете судя по всему на носителе записана информация об совершенствовании специального экзоскелета группировки наемники информация может заинтересовать какого-нибудь техника так а кпк кпк цепы последняя заметка вот же наемники сволочи хрен вам я дамся завить к еще там щу вот скоро достану экзоскелет учитывая что данные о нем у меня на флешке да покажу вам где раки зимует только бы снова не нарваться на наемников скорее нужно топать бар ну видно бедолага все-таки нарвался на наемников странно только что они не отняли у него эту информацию но это дела темные и мы никогда не узнаем как же там развивались события что ж давайте отправимся к охотнику отдадим ему ружьишка заодно попробуем впарить осведомителю кпк вдруг он все-таки заинтересуется этим тоже как-никак денежка вы проскачивая вход в бар проходе не задерживайся да 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 как скажешь как скажешь товарищ ну вот он наш охотник ты принес мою винтовку да вот держи пришлось изрядно попотеть ох спасибо тебе мужик вот возьми здесь немного но мне дать больше нечего три с половиной тысячи ну неплохо неплохо так ну что ж давайте поговорим с осведомителем я думаю тебя заинтересует слушаю то есть кпк цепы он не хочет покупать столько кпк сумасшедшего ну две тысячи это тоже как бы деньги так подождите-ка не находили ли на армейских складах улучшенное оружие кое-что есть за эту информацию 3000 я согласен держи значит в окрестностях деревни кровососов на днях нашли улучшенную снайперскую винтовку предположительно вольные сталкеры продали ее за высокую цену местному криминальному авторитету по прозвищу дрель задание обновлено улучшенная винтовка отправиться гвандитом хитрен батон вот абсолютно неожиданно ребят нажал случайно на эту кнопочку не ожидая даже последнее последнее что я мог бы подумать что информацию о том где пьяный долговец просрал свою винтовку нужно искать уважаемого человека который торгует секретами зоны проходи не задерживайся до логика немножечко в этом месте конечно хромает но 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 как бы что есть то есть вот таким случайным образом я решил свою проблему и узнал где мне искать эту винтовку что же отправляемся на армейские склады там продадим артефакты закажем экзоскелет ну и заодно отправимся уже выполнять свои остальные задания подходи брат у меня как в греции все есть ну то что у тебя есть мне пока вряд ли надо мне интересно сколько ты мне за артефакты отвалишь так ну давайте вот наверное по продаем я так думаю почти все то ставлю на всякий случай лунный свет восстановление сил и вывод радиации на всякий случай пси защита у меня вот есть вот в этом вот супер универсальном и пси защиты и пулестойкость немножечко восстановление сил здесь только термоза защита так 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 цепень электрозащита и четки термозащита стой куда и также и ночной звездой тоже продам ну вот 32 тысячи это уже деньги это уже деньги и лишних шесть с половиной килограмм почти обалдеть я теперь богат как крес и кстати кстати вот серпантин серпантин продать нельзя то есть вполне возможно что это какой-то квестовый артефакт что ж теперь давайте сходим к механику закажем скелет у него и отправимся выполнять свои задания я не знаю сколько будет осуществляться доставка сломалась что так я нашел данные об экзоскелете ух брат предпочитаю не иметь дело с танками по возможности продаю лучше другому технику мне это вещь без надобности чтоб знаешь его но занимаешься его поисками значит так его люди пришли ко мне ну из его команды типа в свои шлемы вставляли проект протекторы защищающие от пси излучения черт его знает зачем они им понадобились так ну окей я хочу сделать заказ экзоскелет серьезный выбор думаю я мог бы раздобыть его боевую модификацию но это обойдется 80 тысяч не дешево но это снаряжение стоит таких денег учти 20 тысяч нужны прямо сейчас хорошо держи я свяжись с тобой когда заказ будет готов будем ждать доставки не знаю когда будет готов заказ ничего не остается кроме как ждать что ж теперь отправляемся выполняться наше задание пробегая через стоянку сталкеров я обнаружил что у диадора можно взять еще одно задание но возьмем мы его на обратном пути а пока давайте-ка проследим за предателем как-то надо так подкрасться чтобы он нас не обнаружил а вон он проследить за степаном и степан ты далеко от не убегай так 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 и вот кстати теперь на месте этой деревеньки утро этого появилась метка по поводу оружия долговца сейчас разберемся со степаном и на обратном пути наверно зайдем туда убегает на блокпост убегает на блокпост но мне в принципе сказали его не убивать а проследить сначала задание обновлено убийц наемника наемников и стукача так чё все что ли да не вроде много их там да их там прям пачка тихо 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 по одному товарищу по одному не спешите на патронов у меня на всех хватит еще четыре человека да ладно а где вы там все вот прям 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 вот рядышком здесь рядышком он он вон он ныкается гад х а мы тебя в пушку так тут какой-то недобиток где-то лежит хорошо ладно все это ерунда все это ерунда надо догнать товарища пока он не убежал если он конечно еще не убежал опа ты кто сдается задание обновлено поговорить с наемником стой сталкер не убивай говори куда смылся доносчик в лиманск или в рыжий лес отсюда никуда больше дороги нет не убивай прошу а как я теперь найду его ну я честно не знаю мы выкупали сведения у сводовцев о лаборатории в зоне мне не интересно что вы делали говори где степан или пристрелю в лиманске или на янтаре в лиманске группа сатрапан на янтаре группа пса но о них уже давно ничего не слышно так точно не знаю уверяю это все что я знаю ну ясно все с тобой убить наемника или пощадить да вы че прикалываетесь кто ж его пощадить то чтобы он мне потом в спину выстрелил так вернуться к лукашу ну вот видите оружие у него есть так аптечек у меня уже херва туча я вот че то так подумал что ж я их не распродал то когда был в баре здесь их по моему и продать некому ну что друзья пойдем поговорим с этим перфоратором узнаем что он хочет за эту винтовку услугу какую-то оказать или просто денег попросит в любом случае просто так не отдаст че надо я к вашему бугуру на счет оружия ну проходи понял понял иду ой вей это кто тут у нас такой красивый нарисовался ящик закрыт на ключ ты наверное бугуру я так понимаю ну как успехи я по поводу улучшенной винтовки а на днях упомянутый товар к нам заехал хочешь приобрести ну я хотел бы получить ее обратно значит купить я не жидоморт попрошу за нее все 15 тысяч и она твоя так можно согласиться можно припугнуть можно попробовать пристрелить но учитывая сколько их вокруг это вряд ли удастся давайте попробуем поторговаться а ты подумай хорошо подумай я ведь рядом стою и ствол у меня под рукой вот скажи зачем трупу так много спокуха брат спокуха я это ну просто я дуру дал с кем не бывает давай по нормальному расход решим ну давай скажем отдам винтовку за 10 тысяч ну это гораздо получше ну держи о нормальный базар пошел держи свое оружие получены предметы сву 2а ну бывай так конечно очень хотелось бы их перестрелять и посмотреть что в этом ящичке но 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 слишком их тут до хрена ладно ребята этот вопрос мы наконец то решили так тут у меня то янчок появился давайте сбегаем глянем и после отправимся к диадору возьмем возьмем задание у него следующее на охоту там что-то будет связанное с деревней кровососов заодно и тайничок там в деревне кровососов обыщем так пенек пенек две научные аптечки ну хрен с ним аптечки так аптечки доберусь до бара все таки найду я их кому там впарить да научные аптечки они и подороже будут так ну вот он наш отец диадор как дела как дела сталкер я хочу выполнить еще поручение хорошо раз хочешь тут возле башни водонапорной поселился контролер убей его а затем убей всех кровососов в деревне будет сделано бывает ну что ж теперь уже задание гораздо посложнее так давайте-ка даже сейвик такой нормальный сделаю и что-то не видно здесь никакого контролера и не видно и не слышно может надо внутрь башни зайти ну и где ваш контролер он что испугался одного моего грозного вида эй контролер ты где я да уж засада так а там что такое там что такое артефакт какой-то как же мне туда попасть так 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 с паркуром у меня всегда были проблемы аааа блин да что ты будешь делать о получилось что я там подобрал морской еж ух ни хера себе радиация минус пять это конечно хорошо но но другие характеристики очень разочаровывает так ладно все это ерунда все это ерунда где же мне искать контролера почему он не пришел на рандеву со мной кровососы присутствуют а вот контролера так и не видно или он вместо себя прислал кровососов так может быть на метку надо прийти да нет не помогает да нет не помогает так так один готов тихо 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 подавать по одному а ёлки полки они сейчас со всех сторон на меня навалятся и кирдык мне будет так отличненько у этого даже щупальца есть щупальца это хорошо это добыча ну сбежал гад сбежал окей отступим перезарядимся вон он маневрирует 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 да что ты будешь делать а хитрец какой все таки игра без прицела вносит свои коррективы давно бы уже завалил бы его а так приходится приходится побегать так окей окей продолжаем может быть когда я всех кровососов перебью тогда контролер появится нет еще вот есть отлично отлично как минимум еще двое блин с перепугу все мимо всадил так зашибись еще один где-то дышит у этого ничего нету еще двое по-моему еще двоих я слышал так давайте-ка тиснем квик сейвик на всякий случай опа ящичек ящик закрыт на ключ охренеть а где мне ключ то искать а вот что это такое окружает хат так 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 не хочет он не хочет сюда хитрит а а ну вот смотрите-ка и и без контролера все обошлось замечательно ребята так где-то у меня здесь еще был тайничок где-то контролеры еще не все эти кровососы не все еще где-то здесь где-то здесь тайничок может на крыше ну в смысле на чердаке опа что это я нашел ха инструменты для тонкой работы ядрен баттона но это не тайник тайник где-то тайник походу вообще не на крыше да вот это халява а если бы не этот тайник то я бы инструменты не нашел да не тайник в прав тайник по правде говоря так себе но учитывая что он помог мне найти инструменты я так уж и быть соглашусь что он хорош повезло так повезло ну что сдадим сейчас задание диатуру и посмотрим может еще что-нибудь он даст чтоб там про химеру мне говорили возможно сейчас и будет задание на химеру правда у меня дробь почти не осталось как дела сталкер я зачистил деревню замечательно поработал я могу называться охотником вот держи скромное вознаграждение четыре тысячи и душа спасибо так если у него еще задание возможно у тебя есть еще задание тут недавно мы с парнями видели как в деревне кровососов в сторону от лиманска пришли две химеры одна в близости от самой деревни другая на севере возле старого хутора ага ну блин у меня слишком мало патронов я пока подумаю надо надо сбегать за патрончиками можно даже наверное починить все таки костюм и потом уже попробуем разобраться с химерами единственное чего у меня навалом это аптечек может их аптечками закидать и они со смеху и подохнут эти химеры что в принципе мало вероятно поэтому лучше запастись патронами раз-два ты так и не будешь со мной разговаривать ну и хрен с тобой кстати вот можно отдать инструменты технику и заодно модернизировать еще костюмчик там и все такое правда а костюм то смысл мне модернизировать мне надо экзоскелета ждать сломалось что то я принес тебе инструменты опа какие показывай для тонкой работы а спасибо тебе еще раз мужик вот теперь только осталось найти инструменты для калибровки и все будет в ажуре так ну посмотрим что мне это дало что мне это дало так 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 точность темп огня блин вот темп огня темп огня на хрена мне ваш темп огня так хорошо давайте посмотрим что у сайги надежность надежность главное все деньги не потратить точность отдача минус и удобность повысим замечательно костюм просто починить сколько будет стоить две тысячи ну ладно давай починим окей значит другие модернизации мне не нужны пойдем затаримся патрончиками и отправимся воевать с химерами подхади брату так щупальца кровососа почем берешь ну замечательно почти четыре тысячи а за морского ежа ты мне дашь 5 тысяч, ну тоже продадим нахрен он мне нужен душа то же самое нахрен она мне не нужна лишний вес только таскать все, продаем и где у тебя там дробь вот она ну давайте всю дробь у него и купим хрен его знает насколько выносливы будут химеры к урону что ж заняться мне сейчас а мне же надо к Лукашу вернуться к Лукашу давайте сходим к Лукашу посмотрим что он отслюняет мне за свое выполненное задание хаюшки, стукач ушел все таки стукач, интересно жаль что ты упустил его а ты нашел информатор есть какие-нибудь данные о местонахождении Степана информатор сказал что он может быть в Лиманске или на Янтаре я пошлю ребят проверить эти точки если там не будет обыщем окрестности как только найдем падлу я тебе сообщу на ПДА если ты что-то найдешь то дай мне знать а пока ты ничего не заработал лишь все испортил ах ты гадина то какая вот же ядрен то батон испортил испортил я ему чтоб ты все таки не зря на тебя там повар наговаривал что ты скотина та еще кинул меня как лоха последнего ну что ребят берем задание и вперед геройствовать так я устраню их я в тебе не сомневался помни что твари ты сможешь найти только глубокой ночью ну удачи тебе ах ты ядрен батон а вот это я не ожидал конечно вот это я конечно не ожидал что ночью ну окей придется значит ждать ночи и учитывая что больше мне пока заняться нечем здесь давайте я вернусь тогда на росток отдам долговцу его винтовку продам лишние аптечки чтоб они не лежали у меня мертвым грузом и после этого мы вернемся сюда и продолжим нашу охоту ну еще стопочку какая стопочка гремыка забирай свою винтовку болтяра как там дела с винтовкой вот она держи ох спасибо тебе сталкер может теперь я наконец-то завяжу пить а где ты нашел эту винтовку мне пришлось ее у бандитов выкупить за 10 тысяч вот дела-то на бабки ты попал из-за меня вижу ладно мужик возьми вот от меня компенсацию прости но это все что у меня есть полученные деньги 8 тысяч ну благодарю да неудачная какая-то сделка была совершена но делать нечего что ж давайте сбегаем к медику посмотрим точнее не посмотрим а впарим ему аптечки просто почему-то у медика на базе свободы нет окна торговли ступи варонин ты мне еще нового не скажешь у тебя не найдется какой работы а у меня в данный момент очень щепетильное дело есть это связано с нападением на наших людей берешься а что случилось слушай внимательно надеюсь ты парень надежный Отряд долговцев-ветеранов проник в лабораторию Х-17 по заданию ученых. Они вытащили оттуда всю найденную документацию по непонятным причинам. Совершили перевал на армейских складах, прямо рядом с базой свободных. А затем ночью их главный по прозвищу скелета отправил сигнал СОС на нашу базу. Судя по беглому описанию, отряд уличной подготовки, хорошо вооруженный, застал всех врасплох, учитывая, что все долговцы сталкеры-ветераны. Мне предстоит найти убийц? Так точно. Мы послали на место убийства пару солдат, но те не нашли никаких зацепок. У нас появилась мысль послать кого-либо прямо на базу свободы, достаточно неприметного. Ни опытного долговца, которого никто не знает в свободе в лицо, я послать не могу. А опытного бойца те наверняка узнают и пристрелят на месте. Хорошо, я посмотрю, что там стряслось. Так, замечательно. Здравствуй, брат. Интересно, это задание только сейчас появилось или я его проворонил раньше? Но не даду... Так, 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 так. Вот, молодец. И деньги-то хорошие дает. Вот так. Продать. Замечательно. Хоть немножечко. Хоть немножечко спихнул. Все, бывай. Вот же ядрен батон, что ты будешь делать? Окей, значит, сейчас мне нужно вернуться на базу свободы. И пообщаться там с вот этим долговцем на хуторе, который не хотел со мной разговаривать. Скорее всего, я так думаю. Что ж, отправляемся снова на армейские склады. А так, суть до дела, глядишь, и ночь наступит. Как я и ожидал, мне нужно поговорить с этим сталкером. Видимо, это тебя, Воронин, послал проводить расследование. Так точно? Какие-нибудь зацепки? Не понимаю, зачем меня Воронин послал, причем одного, тусоваться под вышкой снайпера? У меня лично пока никаких зацепок. Кто вероятнее всего это мог быть? Как говорит сигнал СОС, посланный нашими бойцами на базу, это были люди в военной форме. У нас давно разорвались отношения с военными, поэтому вероятность атаки не исключена. Мало того, что парней хороших положили земля им пухом, так еще и документы отобрали, которые бы помогли нашим ученым совершить очередной прорыв в технологиях. Притом, я никак не пойму, что подряд наших забыл у базы монархистов. Небось, снова хотели напасть на очередной отряд, несмотря на перемирие. Свободовцы знают что-нибудь? Вот так они и пустили долговца. Я бы, конечно, сменил форму и распратил там всех, но я бы точно раскололся перед кем-нибудь. Меня в расход пустили бы. Такой я импульсивный. Знаешь что, я тут смотрел на снайпера передо мной. Он там чуть ли не... Прошлый целый день дежурил. Пересменки не было. Перед ним-то поляна как на ладони. Мне кажется, он может что-то сказать. Задание обновлено. Поговорить со снайпером свободно. Ну, прогуляюсь на их базу, узнаю, что к чему. Ты, если что выяснишь, дай мне знать. Сюда иди. Или, чтобы времени не терять, пиши мне на КПК по приватному каналу. Хорошо. Ядрен Батон. Неужели в Сталкере додумались наконец-то организовать связь по КПК? А то всё. Прибеги, расскажи, а потом беги в обратную сторону. Да, вот так за беготнёй дождёмся мы ночи. И не надо будет даже спать ложиться перед охотой. Что ж, возможно сейчас потихонечку начнут задействоваться и эти персонажи, которые вроде как квестовые, но не хотят пока общаться. Так, ну давай поговорим с тобой, брат. Приветствую тебя в нашем скромном лагере, солдат. Что-нибудь знаешь о расстрельных долговцах-ветеранах в последнее время? Не, не знаю. Мы немало долговцев повалили за последнее время. А зачем ты спрашиваешь? Знаете что-нибудь об отряде скелета? Их расстреляли ночью прямо перед твоей вышкой. Скелета? Я не знаю, ночью не одежурил. А парень, стоящий тут, ушёл из свободы в неизвестном направлении. Опа-на, задание обновлено. Военная компания, пообщаться с Лукашом. Ну, бывай. Вот ведь какая заковыка получается, а? Возможно, какой-то парень, не свободовец, сделал это специально, чтобы подставить свободу и развязать конфликт между группировками. Хм. Интересная ситуация получается. Что ж, пойдём пообщаемся с Лукашом, послушаем, что он нам скажет по этому поводу. Хотя, вполне возможно, что он тоже как-то в этом замешан, учитывая его импульсивность и садистские наклонности. Приветствую в моей скромной берлоге. Ты мне лучше вот что скажи. Знаешь что-нибудь об расстрельном отряде долговцев недавно? А ты зачем это спрашиваешь? А, всё же знаете. Ты ближе к делу идти. С какой целью интересуешься? Ваш снайпер сказал, что не видел никого. А я ищу тех, кто их убил. Снайпер, говоришь. Ну ладно. А с чего это ты решил долгу-то помогать? Сами не могут расхлебать свою кашу. Меня наняли учёные, и им крайне необходима документация, которая была среди них. Учёные, значит. А что за документация? Неужели вы ничего не знаете про документы из лаборатории, которые перехватил этот отряд? Не имею ни малейшего понятия. С вышек видели бойню на хуторе между долговцами и вояками. Но мы не любим ни тех, ни других, и помогать не стали, естественно. Некоторые парни туда двинулись после боя обыскать тела. У нас в группе принято так. Нашёл что-то, делись со всеми. Но никто ничего не говорил про какие-либо документы. Уж не знаю. Расспроси каждого свободовца в окрестностях зоны, что ли. Может, что и выяснишь. Задание обновлено. Ожидать сигнала от Каски. Ну, бывай. Так, ну что ж. Будет полезная информация. Приходи. Это задание зашло в тупик. Каска. Это я. Расспросил пару свободовцев по поводу погибшего отряда. Те молчат. Надо... Так, понял тебя. Так я думал. От них ничего толком не выяснишь. Значит так. По нашим данным, на базе свободы есть один алкажер. Которого легко разговаривать за проставленный пузырь. Найди его и узнай все. Я думаю, искать его надо там, где у них разливают. Или где водку взять можно. Понял тебя. Военная компания. Найти доверчивого свободовца. У меня водка-то есть. Ну, нету, конечно. Ладно, я думаю, купим там на месте. Кстати, надо... Подходим! Продать патрончики. Гавайцы. Чё их таскают-то? Чё я их таскаю зря? Так. Всё. Бывай, гавайцы. Заглядывай! Тут весело бывает. Пойду к повару за водкой. Так, походу, вот этот товарищ самогон сейчас мне и понадобится. Блин, а где-то ж я видел водку. Здравствуй, мэн. Зачем пришёл? Ты знаешь что-нибудь об отряде долговцев во главе с скелетом? Не, брат, ничего не слышал. Я не привык говорить о долговцев. Поговорим лучше о море. Налеченец. Так, ну, хлопнули. Так. Бухнул чувак. Башкой потрёс. Ух, хорошо пошла. Знатно. Ты был когда-нибудь на море? Служил я там. Знаешь ты что о долговцах? Скелете. Служил. Славные денёчки, наверное. Долговцы, ну это такие. С зоной воюют. Она многим добро даёт. А не её убивать. Нехорошо. А чё скелет? Ну, костей много у него. Есть ещё что покатать? Ну, извини, нет больше. Так, видно, надо ещё водяры. Что ж ты такой проглот-то, братец? Придётся, видно, всё-таки покупать водяру. Ну, я надеюсь, не будет она тут стоить бешеных денег. Рад приветствовать в лучшем баре зоны. Так. Ну, 80 рублей, это не деньги. А, давай. Купить, надеюсь, хватит ему одного пузыря. Я, если что, сбегаю ещё недалеко. Так, так, так. Служил я там. Так, вот. Есть ещё бутылка. Держи. Ну, давай, чел. Бухай уже. Башкой трясанул. Ох, отлично. Уже хватит, а. Три пузыря вкатить. Совесть имей. Так, точно. Ещё вот, держи. Сейчас хлопнет третью и свалится нахрен с этого стола. Не, башкой трясанул и дальше сидит. Ха, а лоха ты это. Раз и новая бутылка. У тебя что, склад там, что ли? Убитые долговцы. Скелет, а? Скелет? А, это. Короче, да. Трупак одного из тех нападавших сюда на базу несли. Так, слышь, не вояка в форме планшет забрал там. Заказы, контракты. Наёмник он того, похоже. А где его КПК? Ну, так это, сходи-ка, блин. Как же там, забыл. А чё ты спрашивал? Ну, КПК убитого наёмника. А, эээ, просто, ну, не взять тебе КПК. Его в арсенале держат. Хэ, брат, а ты вступи к нам в клан. Ты мне бутылку, я тебе бутылку. Отлично, сидеть будем. Задание обновлено, поговорить сказкой. Ну, хорошо, посидели. Так, и что мне делать теперь? Так, так, так. Передать информацию Каске, и он решит, что делать дальше. Ну, ни хрена себе. То есть он будет решать, что мне делать дальше. Ах ты, блин, батон. И не успел я добежать до Каски, как обновилось задание. Убить первого мутанта. Ну, хорошо, давайте, наверное, отправимся убивать Химеру. Каска подождёт. Ему-то не важно, днём или ночью. А вот с Химерой могут быть проблемы. Не-мэй, шашлык, подожди, не ешь меня, я хороший. Идите, свинюшки, спите дальше. Блин, свиньи какие-то хрюкают. Я на Химеру пришёл охотиться, а тут свинья хрюкают. Ну, давайте, может, охранату туда закинем. Е, дрюн ты, батон. Да там кабанов больше, чем Химер. Так, ну вот и бежит она, кажется. В темноте, конечно, хреново видно. Вон она. Ай-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Может, попробовать её к бандосам отвезти. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо. Погоди. Погоди. Так. Ага, главное, чтобы они меня тут не замочили. Стой, 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 стой. Блин. Удрён, батон. Блин, да тут сейчас... Тут вообще катавасия. Так, ну молодцы, завалили. Всё-таки... Всё-таки не зря я её сюда привёл. Всё, пацаны, спасибо. И теперь нужно убить её вот здесь. Хорошо. Хорошо. Главное, чтобы там не подключились какие-нибудь кровоососы. Так, где она там, возле костра, что ли, греется? И... Вдруг появился контролёр. Зашибись. Вот ты вовремя, конечно. Чувачело. Когда я тебя искал, здесь тебя не было. А сейчас ты появился. Так, ну что. Начнём, наверное, опять с гранаты. Не знаю, поможет мне это или нет, но... В любом случае, хуже не будет. Так, 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 так. Попробуем мы вокруг дерева потанцевать тут. Где она? Ай-яй-яй. Да что ты будешь делать? Даже контролёр куда-то убежал. Не, вот он, гад. В дерево врезалась. Так. Так, 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 так. Замечательно. Ай, как разлеглась-то красиво, как кошка прям. Так, я не знаю, где это контролёр, если честно. Но у меня есть желание отбежать и сохраниться. Так, теперь повесим все блокаду. Применим аптечечку. Не знаю, почему. Научно. А, у меня научные здесь висят. Ну, ладно. И Пойдём надерём жопу этому контролёру. Что он мне тут, понимаешь ли, на мозг давит? Когда я его искал, его не было. А сейчас он, понимаешь ли... Так, всё-таки не здесь он. Значит, на деревне кровососов. Кровососов я там перемочил. Поэтому сейчас должно быть полегче. Так, здесь его нету. Окей. Где же ты тогда, тварюжина? Всё-таки, блин, оказывается, кровососы были ещё не все. Охренеть. Ладно. Где контролёр? Что-то он на мозг давит, а сам боится выйти. Нет его здесь. Так, 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 так. Двадцатичка. Да где ж ты, гад? Где ж ты ныкаешься? Вот он. Ах ты, паскудник, а. Где ж ты, гад? Ползучий. Ну всё, теперь можно с чувством выполненного долга возвращаться обратно. Да. Сначала пойдём к Деодору. Как дела, сталкер? Я убил всех химер. Вот ты мужик, а. Молодец, отлично справился. Возьми вознаграждение, заслужил. Получен предмет колобок. Как дела, охотничьи? Спасибо тебе. Ну не пуха. Спасибо тебе. Так, ну и что? Двинем сейчас уже каски тогда. Поговорим с ним, а там дальше будем видеть. Ну чего там? Долговцев убили наёмники в военной форме. Один их труп свободовцы унесли на базу. Всё-таки наёмники. Вот это плохо уже. Если бы документы попали в военные руки, я бы не переживал так. Нам нужно заполучить их обратно. Известно тебе ещё что-нибудь? Его ПДА лежит в арсенале. Там, наверное, охранник, да? Возьми пистолет с глушителем. Это самый простой способ обеспечить себе проход туда. Если шкафы заперты, ключ к нему. В карманах. Я так думаю. Получен предмет ПБ-1С. Задание обновлено. Убить охранника. Неужели нужно именно убить его? Ну, другого выхода не вижу. Нам очень нужна информация об убийцах. Добудь её? Ладно, постараюсь. Хм. Вот же. Вот же какая задача-то интересная поставлена. Что ж, ребята. Задача поставлена. Нужно её выполнять. Ну, выполнять её мы отправимся уже в следующей серии. А эта серия и так затянулась. На этом мы с вами попрощаемся. По традиции, всем, кто досмотрел, удачи в реале и виртуале. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok